Еще совсем недавно всем могло показаться, что наш южный сосед искренне радуется освобождению Азербайджаном Карабаха. Сразу после победы, иранские официальные лица встали в очередь, чтобы пропеть дифирамбы Баку. Подчеркнуть признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. А экс-глава внешнеполитического ведомства двинулся в тур по странам региона, представляя свой мирный план. Но не прошло и года, как раскрылась лицемерие иранского режима. Правда, первые признаки реального отношения Ирана к нашей стране и к нашей победе появились еще в феврале. Тогда, напомню, на пресс-конференции президента Эльхама Алиева для иностранных и местных СМИ, журналистка иранского агентства МЭР задала провокационный вопрос о террористах, которые якобы участвовали в войне. «Зрелище было не из приятных. Жаль, что такой вопрос задает журналистка дружеской страны. Советую вам не заниматься спекуляцией. Прошу вас быть более точной в своих вопросах», – жестко ответил президент, пристыдив иранскую журналистку. В отношениях Ирана и Азербайджана всегда можно было наблюдать напряженность. Но нынешнее противостояние весьма масштабное и серьезно. Официальный Тегеран в минувшую субботу, пожалуй, впервые показал свое истинное лицо, раскрыв свое реальное отношение к Азербайджану и тем самым подтвердив подозрения Баку. Глава МИД Ирана с озвучной фамилией в интервью местному телевидению признал, что на протяжении многих лет его страна поставляла энергоресурсы в Карабах и сотрудничала с сепаратистами. Словом, Тегеран на протяжении долгих лет заявлял о дружбе с Азербайджаном, но поступал с точностью да наоборот. В том же интервью Абдуллахиян повторил бредовый тезис, что Иран никогда не потерпит присутствие фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи своих границ, а также геополитических изменений региона и его границ. Вслед за ним с аналогичными обвинениями, вдобавок высказанными угрожающим тоном в адрес Баку, выступил и духовный лидер страны Али Хаминеи. Иранские официальные и неофициальные лица словно по команде всю последнюю неделю оскорбляли и угрожали Азербайджану. Страна проводит учения у границ Азербайджана. Правда, это шоу уже стало предметом насмешек. В сети десятки мемов на тему, как иранские военные ошибочно наносят удары по собственным позициям, а техника, участвующая в них, времен царя Гороха. Но, как бы то ни было, нынешняя ситуация крайне показательна по многим причинам. Она продемонстрировала, что прежние заявления официального Тегерана о братстве, мусульманской солидарности, уважении и суверенитета на самом деле и ломаного гроша не стоит. Со своей стороны, азербайджанская общественность всегда относилась к Ирану с известной настороженностью. Тегеран, по мнению азербайджанцев, всегда был в тройке стран, считавшихся враждебно настроенным к нам государством. Подобных опросов было проведено много, и общественность справедливо винила Тегеран в сотрудничестве Армении, оккупировавшей территории страны. Достаточно вспомнить историю с ремонтом Шушинской мечети, иранцами, вместе с армянами, без разрешения Баку. И не зря за последние двое суток Тегеран и Ереван обменялись любезностями. Премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван никогда не забудет, что Иран для Армении был дорогой жизни, а иранский посол в Ереване, назвал страну дружественной и братской. Кроме того, Тегеран до сих пор не объяснил, почему вдруг там вспомнили про Израиль. Более того, там все еще не конкретизировали, чем именно вызваны опасения, и не предоставили никаких доказательств. О каких террористах, находящихся якобы на нашей территории, говорят в Тегеране, если сам Иран считается в мире одним из главных спонсоров терроризма. В Кремле пока официально не реагируют на сближение Еревана и Тегерана. Вчера глава армянского МИД внезапно прибыл в Тегеран, а спикер парламента отправился с трехдневным официальным визитом в Москву. Также известно, что Лавров проведет завтра переговоры со своим иранским коллегой. На этом фоне президент Алиев, посещая Джабраильский район, назвал Турцию и Россию дружественными нам странами. Попытается ли Лавров отрезвить Тегеран? Москва уже неоднократно говорила, что заинтересована в открытии региональных коммуникаций. Эту тему обсуждали президенты Путин и Эрдоган в Сочи. Открытию Зангизурского коридора противится Иран. Даже армянский премьер уже давно не категоричен в своих оценках на эту тему. Тем не менее ситуация накалилась до такой степени, что президент Алиев, который прибегает к резким формулировкам только в крайних случаях, когда действительно ущемляются интересы страны, резко осадил Иран, призвав Тегеран не совать свой нос в дела нашей страны. Президент обвинил руководство Ирана в клевете и потребовал раскрыть глаза и посмотреть, где они увидели здесь Израиль. Важное и другое. Иран своими действиями открыто показал, что никогда не был братской нам страной, а признанием в сотрудничестве с сепаратистами, по вине которых тысячи азербайджанцев погибли в войне. А сотни тысяч были вынуждены бежать из своих родных краев, просто плевок в лицо Баку. Президент уже заявил, что Баку после освобождения 130 километров границы от армянской оккупации, приступил к проверкам процессов, которые проходили здесь. На фоне разыгранного Тегераном театра абсурда, Баку все еще демонстрирует здравомыслие. В Азербайджане, в отличие от Ирана, не говорят о планах присоединить Южный Азербайджан, полиция наказывает виновников акции протеста у иранской депмиссии. Амид в весьма взвешенном тоне отвечает на бредни главного дипломата Исламской республики Иран. Иран оказался в стороне от процессов в регионе и столкнулся с геополитическим провалом. И теперь, как ребенок, пытается позлить Баку укреплением сотрудничества с Арменией. Напомню также, что в период оккупации азербайджанских территорий, мусульманские страны поддерживали Азербайджан, Пакистан, Турция, Саудовская Аравия и даже Джибути не стали устанавливать дипломатических отношений с Арменией. В мусульманском мире только Иран проводит сильную проармянскую политику, что наглядно демонстрируется его действиями. И в результате этой ошибочной политики современный Иран превратился фактически в мирового изгоя. У него друзей, кроме Армении. Иран происками врагов сам себе вырыл яму. Сложно предсказать, как далеко зайдет Тегеран в устрашение Азербайджана. Но понятно одно. В Баку уже сделали выводы из произошедшего. А уж тем более выводы сделал азербайджанский народ.